Маргарита Владимировна стартовала избирательная кампания, которая актуальна для жителей Хакайсии, в том числе и для ее столицы. В каких именно параметрах она стартовала? В городе Абакане будут проходить выборы председателя правительства республиканские и выборы депутатов Верховного Совета. Это тоже республиканские выборы, будут проходить на территории всей республики, в том числе и в городе Абакане. Дополнительно в городе Абакане еще будут проходить выборы Совета депутатов города Абакана восьмого созыва. То есть наши избиратели будут голосовать по трем выборам и получат на руки у нас пять бюллетеней в городе Абакане. Маргарита Владимировна, какое количество кандидатов? На данный момент заканчивается регистрация кандидатов. На восьми округах Верховный Совет в городе Абакане у нас получилось 44 кандидата в данный момент. На 14 округов городской совет у нас зарегистрировалось 70 кандидатов. И в списках партий, которые мы тоже завершили регистрацию, семь партий у нас будут участвовать в выборах депутатов Совета депутатов города Абакана. Включено 249 человек. То есть довольно-таки большая конкуренция, и нашему избирателю придется немножко подумать, за кого проголосовать. Как получить открепительные и на каких уровнях выборов можно голосовать? Специфика данных выборов в том, что на выборах республиканского уровня у нас также и будут работать пункты приема заявлений по перемещению на тот участок, где удобно. Но это только в пределах республики Хакасия, потому что избирательные бюллетени наши, республиканские, только в пределах республики. И то можно будет проголосовать только за списки партий на выборах Верховный Совет и за главу республики Хакасия. На выборах городского совета никакого открепления не предполагается, закон этого не позволяет, так как избирательная комиссия республики Хакасия приняла решение о проведении трехдневного голосования. Голосовать мы будем 8, 9 и 10 сентября всей Хакасии. С сегодняшнего дня, с 24 июля, пункты приема заявлений открыты во всех территориальных избирательных комиссиях и в МФЦ в режиме работы комиссии, в режиме работы МФЦ. Поэтому, если какие-то необходимые перемещения с участка на участок нашим избирателям, это можно сейчас уже оформить. Где посмотреть более подробную информацию об избирательных участках? Это у нас слободневный вопрос, он у нас будет до самого дня проведения выборов и в дни выборов. Первое, на сайте госуслуг, если есть личный кабинет, если избиратель зарегистрирован в разделе выборы, можно зайти и вся информация о том, к какому участку вы прикреплены, где адрес этого участка, какой телефон участка, уже можно сейчас найти. На сайте Центральной избирательной комиссии та же самая информация, найди мой избирательный участок. На сайте избирательной комиссии Республики Хакасия у нас, на нашей странице можно найти эту информацию. Кроме того, мы опубликуем ее в газете «Абакан» в августе, обязательно в Центре избирательных участков, в границе избирательных участков. Еще раз повторим, чтобы наш избиратель знал, где ему голосовать. Традиционные места голосования мы практически не меняем. Они утверждаются постановлением администрации города Абакана. Но есть отдельные изменения. То есть у нас построилась новая школа на улице Солнечной в Красном Абакане, куда будут перемещены два участка. Образован новый участок 431-й. И вот эту данную информацию, кроме той информации, которую нужно найти в интернете, обязательно члены участковых избирательных комиссий, как только они приступят к работе, а приступят они 30 августа к своей работе, донесут до каждого избирателя. То есть будут приглашения традиционные, будут информационные листки на подъезды, которые мы изготовим. То есть всю информацию будем доносить оперативно.